Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 335 происшествий, из них 14 преступлений, из которых 12 раскрыто в течение дежурных суток. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 66 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. 15 мая 2018 года сотрудниками окружной госавтоинспекции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок на дороге», в ходе которого проверено 58 единиц транспорта. Один гражданин иностранного государства проведено 18 бесед с юными участниками дорожного движения. Выявлено 6 административных правонарушений. 18 мая госавтоинспекции региона проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Проверено 37 транспортных средств, из них мотоциклов 5. Выявлено 6 административных правонарушений. 15 мая 2018 года около 12 часов 30 минут в поселке Искатели из магазина по улице Губкина житель округа открыто похитил мужскую толстовку и выбежал на улицу, пытаясь скрыться от преследовавшего его продавца. Командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ненецкому автономному округу капитан полиции Андрей Бугорский и государственный инспектор этого же отдела капитан полиции Дмитрий Ермошкин несли службу в районе улицы Губкина, неподалеку от данного магазина. Увидели бегущих мужчин и, поняв, что совершено преступление, незамедлительно предприняли меры для задержания злоумышленника, пытавшегося скрыться с места происшествия. Благодаря грамотным и правильным действиям сотрудников отдела ГИБДД данное преступление раскрыто по горячим следам. И дознавателям управления в отношении мужчины 91-го года рождения, пытавшегося совершить открытое хищение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж, не доведенное до конца по независим от этого лица обстоятельствам». С 17 мая в дежурную часть окружной полиции от жительницы поселка Искателей поступило сообщение о том, что от подъезда дома по улице Рассихина неизвестным лицом похищен принадлежащий ей велосипед. Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался ранее судимый мужчина 87-го года рождения, который завладел велотранспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и распорядился им на свое усмотрение. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Велосипед у злоумышленника изъят и возвращен владельцу. Это уже второй случай хищения велосипеда с начала весенне-летнего периода. Так, днем ранее в полицию обратился житель города Наринмара и сообщил, что у него похищен велосипед, находившийся у подъезда дома по улице Южная. Местонахождение похищенного имущества и лица, причастного к хищению, в настоящее время устанавливаются. Основная причина совершения краж велосипедов, как правило, это халатность их владельцев, которые бросают велосипеды, где попало, зачастую при этом не принимая никаких мер по предупреждению кражи. Уважаемые жители округа, будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности. Принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества. В УМВД России по Ненинскому автономному округу ведется расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя поселка Искателей, совершившего хищение имущества, принадлежащего организациям. Следователем управления в ходе допроса подозреваемого, 94-го года рождения, установлена его причастность к совершению еще одного преступления. Так, в августе 2017 года с территории организации, расположенной в поселке Искателей, он похитил кабель от сварочного аппарата стоимостью 36 тысяч рублей, в дальнейшем распорядившись им на свое усмотрение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 26 января 2018 года в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Великовисточное произошло убийство мужчины, 82-го года рождения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления. Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в процессе совместного распития спиртного между двумя ранее судимыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому одно ножевое ранение в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте. Приговором Наринмарского городского суда, обвиняемый в убийстве, признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В производстве Управления МВД России по Нейнскому автономному округу находилось уголовное дело, возбужденное в отношении жителя округа по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту управления им автомобилем в состоянии опьянения. В ходе дознания по данному уголовному делу приятель водителя, желая помочь другу избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания. Несмотря на это, водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в отношении него вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу. А в отношении его друга, давшего заведомо ложные показания при производстве предварительного расследования, следователем управления возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в дальнейшем также направлено в суд для рассмотрения по существу. Указанный случай не является единичным. Так, в апреле 2018 года следователем управления в суд направлено уголовное дело в отношении еще одного жителя региона, давшего заведомо ложные показания в рамках расследования аналогичного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. К сведению, наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев. В мае 2018 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковым полномоченным полицией в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт незаконного вылова жителям округа водных биологических ресурсов на реке Печора в двух километрах от деревни Никицы. Стражами порядка установлено, что мужчина осуществлял вылов рыбы на путях миграции сега, чира, щуки, окуня к местам нереста основными сетями, не имея на то разрешения, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. С места происшествия изъяты орудия незаконной ловли и сами водные биоресурсы. На основании собранных в ходе проверки материалов дознавателем управления в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту В, части 1, статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». В другом случае сотрудниками отдела экономической безопасности управления в ходе рейдового мероприятия, направленного на профилактику правонарушений в сфере незаконной добычи водных биоресурсов, в поселке Варнак выявлен факт незаконной добычи местным жителям 13 экземпляров Атлантической кольчатой нерпы в период с 2017 года по май 2018. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 18 мая в Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу состоялось торжественное награждение победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», посвященного 300-летию российской полиции. Победу в конкурсе одержала Марина Вокуева 9 лет с работой «Полицейский царской России». Второе место у Руслана Воложанина 8 лет за работу «Дядя Степа и дети». А третье место занял 8-летний Антон Жбанников с его поделкой «Полицейский дядя Степа на посту». В этом году конкурсная комиссия, с трудом выбрав победителей, решила ввести номинацию «Приз зрительских симпатий», наградив еще двоих участников – Рочеву Дарину и Рочева Артема. Начальнику МВД полковник полиции Олег Яковлев совместно с представителем Общественного совета при управлении Верой Дроздовой вручил победителям и номинантам конкурса дипломы и подарки, а остальным участникам – благодарственные письма и сладкие призы. Электронные изображения творческих поделок победителей направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса, который состоится в преддверии Дня защиты детей. 5 июня 1718 года Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издан руководящий документ – пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру, в котором сформулирована программа деятельности полиции и определена ее роль в российском государстве. С момента своего образования российская полиция, определенная Петром I как душа гражданства и всех добрых порядков, и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности, осуществляла правоохранительную деятельность, связанную с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, обеспечением общественной безопасности. Лучшие традиции полиции Российской империи поддерживались и приумножались в период деятельности советской и российской милиции. Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 5 марта 2018 года, номер 121, дата 05 июня 1718 года утверждена датой образования российской полиции, а день 5 июня объявлен днем образования российской полиции. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Неневскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова